У меня сегодня в кадре все такое прям трендовое, и фон синий, и платье такое голубенькое, и тени тоже у меня синие. Но сегодняшнее видео не о синем цвете и не о трендах, и уж тем более не о том, что я в тренде. За последнее время я много чего заказывала, и некоторые вещи реально прям настолько мастхевами стали, что я решила создать прям отдельное видео, которое будет посвящено вот таким вот китайским штукенциям, которые точно понравятся как для личного использования, так и можно половину из них заказывать на подарок, и тоже будет отличный вариант. Нет, стоп, еще одну штуку я вспомнила. По аналитике 65% людей, которые смотрят мой канал, на него не подписаны. Поэтому, если вы здесь впервые, или если вы здесь случайно, обязательно подписывайтесь на канал. Если вам нравится это видео, то 100% понравится и остальной мой контент. Поэтому подписывайтесь, и давайте уже наконец-то приступать к этому видео. Первая вещь, и это скорее даже не то чтобы отдельная вещь, а целая категория, это какая-то электроника и гаджеты. Раньше я доверяла только уже проверенным маркам, таким известным, скажем так, на рынке, но после того, как я после айфона купила себе телефон Meizu, я поняла, что можно платить в два раза меньше и получать то же самое. И после этого у меня как будто страх пропал, и я решила пробовать, что же там есть еще. Вот эта вот штука, которую я вам сейчас показываю, это просто невероятный must-have. Я пользуюсь ей каждый день, и я не могу нарадоваться, что я ее таки заказала, и я именно эту щетку выбрала. Это ультразвуковая зубная щетка, конкретно моя марки Sarmo Care. У этой щетки есть несколько вариантов вибрации, то есть это не то, что она крутится, да. У меня до этого была щетка от Brown, которая просто такая кругленькая, и у нее головка вот эта крутилась просто. Когда я попробовала вот это, я поняла, что такое чистые зубы. Вот реально настолько большая разница, при том, что я не просто вот так вот чистила зубы, а действительно у меня до этого тоже была электрическая зубная щетка, но все-таки ультразвуковые щетки намного круче, вот просто реально намного круче. Тут также есть режим отбеливания и полировки зубов. Ими я, кстати, никогда не пользовалась, потому что режим очищения реально настолько мощный, что мне кажется, что больше даже и не нужно. Зубы реально очень чистые, и вообще вот такая вот именно свежесть во рту ощущается. Когда даже проводишь языком по зубам, то они как будто гладенькие, такие отполированные, что ли. Я не знаю, как это точно объяснить. У нее тоже офигенный дизайн. Это покрытие такое soft-touch, очень приятное. Что касается насадок, то я, кстати, сразу на том же сайте заказала еще две упаковки. Здесь в каждой упаковке по две насадки. Я заказала как белые, так и черные. Мы, в общем-то, с мужем так и разделили, что ему будут черные насадки, мне будут белые, и так мы будем понимать, где чья щетка, собственно. В комплекте тоже сразу идет две насадки, но если вы покупаете на семью, я вам советую сразу закупиться наперед. И чтобы потом не морочить голову и не заказывать их отдельно, тем более стоит вот каждая упаковка там два с чем-то долларов. Еще один прибор, который меня невероятно сильно впечатлил, это фен. И он здесь у меня немного не влазит в кадр, поэтому я вам постараюсь его показать. Фен тоже китайской марки Fly Cause. Я его заказывала, честно говоря, наугад, я не знала, что придет и понравится это мне или нет. Но мне настолько понравились вот эти две вещи, как зубная щетка, так и вот этот фен. Мой муж вообще сказал, что такое впечатление, что их Apple делал, потому что все качественно сделано, все такого белого цвета, именно классического Apple. Здесь три режима нагрева и также два режима мощности и есть кнопка для подачи холодного воздуха. Фен, на мой взгляд, профессиональный, по крайней мере, если сравнить с тем, который у меня был до этого, это вообще супер профессиональный. Но если быть откровенной, то он, конечно, по мощности своей не дотягивает до именно профессиональных фенов, которые в салонах там, например, можно встретить. Но для домашнего использования просто вот. Плюс у него просто супер бюджетная цена и, кстати, по мощности у него тут 2000 ватт. А еще он умеет делать вот так вот и его хранить из-за этого намного удобнее. И если возить с собой нужно, то тоже намного меньше места будет занимать. Следующая вещь, которую я хотела вам порекомендовать из раздела бьюти. И если вы не впервые на моем канале, то вы ее наблюдали практически во всех видео на протяжении последнего, наверное, месяца, а то и больше. И я сейчас говорю о моем новом зеркале от компании Доколор. Я вообще до этого покупала другое зеркало, которым тоже постоянно пользовалась. И оно мне, в принципе, нравилось, но оно намного проще, конечно. Сейчас я, кстати, притащу его, вам покажу. Вот до этого у меня было вот такое вот зеркало. Оно абсолютно обычное, с такой вот регулировкой на ножке. И сзади оно выглядело вот так вот. И муж меня постоянно спрашивает, что ты не закажешь себе нормальное зеркало? Вот в кадре оно просто выглядело вот так, он говорит, так уродливо смотрится в кадре, закажи себе что-то нормальное. И вот подвернулся такой случай, я когда заказывала кисти Доколор, я еще заказала вот это вот зеркало у них. И оно мне очень понравилось. Конечно, цвет не самый мой любимый, потому что я бы лучше предпочла, чтобы оно было черного цвета, а не розовенького. Я вот это все такое не менее очень люблю, но тем не менее, во-первых, оно красиво смотрится в кадре. Но мне кажется, это не тот пункт убеждения, который для вас важен. Ну ладно, в общем-то, зеркало разделено на 4 зоны. По центру это обычное зеркало с LED-подсветкой. И, кстати, что мне очень нравится в этом зеркале, это то, что оно может работать автономно от 4 батареек пальчиковых. И также его можно подключить через шнурок, через розетку, грубо говоря, и оно будет работать и не будет привязано к батарейкам. Слева идет два варианта зеркала с увеличениями, и справа тоже обычное зеркало без увеличения. Еще в комплекте к нему идет вот такое вот зеркальце на липучке, которое можно тоже прицепить к этому зеркалу. Здесь вообще просто бешеное увеличение, по-моему, в 10 раз, если я не ошибаюсь. У него тоже как бы ножка, это тоже можно его как угодно, в принципе, настраивать, как вам нравится. Единственное, нельзя вверх поднимать. Это, наверное, единственный минус, который я могу ему приписать, а так в целом у меня просто вообще к нему нареканий нет. Следующая категория, в которой китайцам нет равных, это вещи. Но сегодня я вам вещи не буду показывать, потому что для вещей это, наверное, будет какое-то отдельное видео. Но я вам хочу показать рюкзаки. Я заказала рюкзак для своего мужа и для себя. Тот, который для моего мужа, это просто бесподобное качество. Вот реально я полностью осознаю, что я сказала слово бесподобное качество, но оно такое есть. Это рюкзак конкретно для техники, для ноутбука, для планшета, для каких-то, в общем-то, гаджетов. Это рюкзак, кстати, от компании Xiaomi. Я вообще обожаю китайские компании Xiaomi и Meizu. У меня от Xiaomi половина дома, там и часы вот эти, которые я просто не снимаю, и весы у меня от Xiaomi, и мужа телефон Xiaomi. Короче говоря, очень много чего мы покупали от Xiaomi, это реально бесподобное качество. Мало того, что этот рюкзак максимально функционален, так он еще и выполнен просто на 5 с плюсом. Там абсолютно не к чему придраться, все очень аккуратно, все очень стильно, он классно выглядит. Там даже отделение для очков есть, и помимо этого есть еще отделение, которое такое с влагозащитой, скажем так. То есть, если ты хочешь туда положить что-то, что может пролиться, то ты можешь положить это именно в это отделение. И даже если это что-то прольется, то, собственно, оно не испортит технику, которая находится в середине. По-моему, гениальный вообще рюкзак. Поверьте мне, когда я говорю, что этот рюкзак действительно стоит своих денег, действительно стоит того, чтобы его купить, ну, если он вам нужен, естественно. Себе же я заказала рюкзачок попроще, это рюкзачок именно такой, вы знаете, сложил туда какое-то свое барахлишко по типу, я не знаю, ключи, телефон, ну, что-то такое вот. И пошел куда-то в недалекое путешествие, например, гулять с собакой. Я вам честно скажу, вот это, конечно, качество такое, ближе уже к классическому китайскому. Я не могу сказать, что этот рюкзак прям без подобного качества, он вполне нормальный, скажем так. Я его ношу с удовольствием, с него ничего не влазит, он не разваливается, ничего такого. Ну, видно, что материалы все такие, скажем так, на 4, 4 с минусом. То есть я прекрасно понимаю, что этот рюкзак у меня прослужит, скорее всего, сезон, может быть, чуть дольше. Но этот рюкзачок, если он вам чисто внешне понравится, я могу его рекомендовать, потому что он неплох. Но это совершенно не то же самое, что я рассказывала до этого. Далее у меня более такие специфические рекомендации. И, скорее всего, здесь нужно заострить внимание либо блогерам, либо фотографам. Вот я знаю, что и те, и другие есть среди моих подписчиков. Поэтому, что я вам хочу порекомендовать? Я конкретно заказывала эти вещи для того, чтобы снимать предметку. И вот реально именно эти две вещи настолько красиво смотрятся в кадре. С ними настолько красиво и получаются и фотографии, и видео. Первая вещь это вот такая вот шестиугольная плитка. Она имеет такой как мраморный эффект, очень светлый. И с одной стороны она глянцевая, а с другой стороны она матовая. Просто нереально красиво смотрится в кадре. Вот действительно это настолько классная штука. Причем у китайцев реально можно купить вот всякие такие штучки, которые стоят недорого. Там всякие и тарелочки, и подставочки, и какие-то мимичные вещи. Просто даже для декора квартиры или для декора дома тоже это отличные варианты. И также я, конечно же, заказала классику жанра. А именно вот такую вот белую пушистую шкурку. Тоже это настолько классный фон вообще для каких-то снимков. Вообще это, кстати, такая накладка на всякие там табуретки и так далее, чтобы просто мягко под попой было. Ну, я же-то, естественно, не буду это использовать по назначению. И последнее, что я хочу посоветовать, это, конечно же, товары для дома. Потому что у китайцев очень часто мы можем встретить какие-то, не знаю, штуки для лайфхаков, которые реально революционные. Очень много там как бы такого себе. И я вам, кстати, одну такую штуку покажу, чтобы вы на нее не велись в будущем. Но что именно мне очень понравилось, и я не жалею, что я это заказывала. В первую очередь, это вот такой вот спрей, казалось бы, что это такое. Но это спрей для оливкового масла. Я, как человек, который следит, ну, старается, по крайней мере, следить за своей фигурой, я никогда не наливаю масло в сковородку вот так вот. Я всегда использую антипригарные сковородки. И вот буквально пару раз вот так вот сбрызгиваю сковородку. Таким образом, отлично все просто жарится, ничего не пригорает. Но в то же время вы намного сокращаете потребление масла. Эту штуку, если честно, я когда заказывала, я думала, что это какой-то будет полный провал. Но мне всегда было очень интересно, работает это реально или нет. И вот, наконец-то, я заказала. Вообще, это штука для запаивания открытых каких-то продуктов. Например, вы купили чипсы, немножко съели, и для того, чтобы они не высохли или, наоборот, не пропитались влагой из воздуха, вы берете и вот так вот этот пакетик запаиваете, и он, собственно, как новый становится. Я со своим женским мозгом никак не могла понять, как это работает, но в итоге оказалось, что здесь вот такой вот как нагревательный элемент, такой как лесочка, грубо говоря, и запитывается это все чудесное дело от двухпальчиковых батареек. Я вам честно скажу, сделан он очень хлипко, оно такое, знаете, все в руках как будто разваливается, но реально работает. Я тоже абсолютно не жалею, что мы это заказали. А вот штука, которую я вам не рекомендую, это вот такой вот вулкан, который как бы для лайфхака, для очистки микроволнов. Ну, наливаешь сюда до определенной метки уксус, потом разбавляешь это водой, ставишь это в микроволновку, там, что-то на 5-8 минут, и открываешь микроволновку. Ну, естественно, ну, как бы грязь, жир никуда не деваются, но все это размягчается, и так же, что вот меня именно зацепило, там было написано, что старые въевшиеся пятна он тоже убирает, но, по сути, эта штука не работает. И я вот с Олей тоже говорила про эту штуку, она говорит, а чем это отличается от просто, вот если ты в стакан это нальешь и поставишь стакан в микроволновку, и я такая, ммм, ничем. Поэтому на такие штуки не ведитесь, не тратьте на них деньги. Ну, вот, собственно, и все. Я очень надеюсь, что вам понравились мои рекомендации. Обязательно напишите мне в комментариях, что больше всего у вас зацепило, и, конечно же, оставляйте в комментариях свои наводки, потому что в прошлый раз, когда я рассказывала про кисти, вы мне кинули просто офигенные ссылки, по которым я тоже кисти заказала, и как только они ко мне придут, буду их тестировать, и вам обязательно тоже расскажу, и сравню с теми, которые у меня уже есть. Перед уходом тоже не забудьте подписаться на мой канал, это можно сделать вот здесь вот. И также, если у вас есть еще немножко времени, вы можете посмотреть другие мои видео, может быть, тоже вам что-нибудь здесь китайское оставлю, а я уже буду заканчивать, и мы с вами увидимся в следующем видео.